Наставничество в культуре. Насколько это возможно? Сегодня в Самарском доме журналисты искали ответ на этот вопрос. За круглым столом собрались представители разных творческих профессий. Профессора Института культуры и Самарского госуниверситета, главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова, председатель Самарской областной организации, Союза журналистов России Ирина Цветкова. Собравшиеся задались вопросом. Если творческий процесс сугубо индивидуален и не нуждается в руководстве, можно ли говорить о наставничестве? Вела круглый стол Ирина Лукьянова, которая с сегодняшнего дня стала главным редактором газеты «Культура. Свежая газета». На мой взгляд, это вполне возможно в любой профессии, связанной с культурой именно наставничество, потому что есть люди, которые действительно уже добились определенных успехов, и они могут щедро делиться своим опытом. Принцип наставничества активно реализуется в единственном творческом вузе Самарской области. Ну, как творчество без наставничества, мне кажется, это вообще абсолютно невозможно. Я скажу, что сам принцип наставничества у нас начинается задолго до того, даже как студент попадает в вуз, это и курсы для абитуриентов, это, возможно, те школы искусств, в которых есть театральное отделение, которые курируют и ведут наши педагоги. По словам доктора филологических наук Сергея Голубкова, вопрос наставничества в сфере культуры сложный, и ответ на него неоднозначный. Культура связана с разными формами деятельности. Например, кино и театр – это коллективный труд, а писательская деятельность – индивидуально. Для меня больше привлекательнее, наверное, судьбоносная встреча, когда есть какой-то крупный писатель, с которым молодой писатель, ну, всего разных обстоятельств, встретился, и он ему подсказал. Тут можно вспомнить Короленко, который подсказал многое горькому. Тут можно вспомнить великолепного Макса Волошина, у которого тоже получил неплохую подпитку и консультацию, и Алексей Николаевич Солстой – наш земляк, и Саша Черный, и Владимир Набоков. И таких примеров достаточно много. Президент России Владимир Путин в 2023 год объявил годом педагога и наставника. Собравшиеся сегодня за круглым столом решили, что наставничество в культуре не только возможно, но и необходимо. Но формализовано назначать его нельзя. Наставничество – это высокое предназначение. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.